Добрый день, дорогие друзья! Хочу сделать небольшой выпуск, посвященный новолунию близнецах, которую мы с вами прожили в понедельник 30 мая. Завершился затменный лунный месяц. От затмений тельца, тяжелых земных, мы переключаемся на тему близнецов. Появляются новые планы, связанные с поездками, учебой, родственниками. Повышается активность переписки, рекламы. Время заниматься своей речью, языком, маркетингом. Определяться со школами и вузами, учебными курсами. Время хоррорной астрологии и астрологии релокаций. Действительно, новолуние 30 мая имеет важное значение в виде того, что оно перекрывает влияние предыдущего новолуния, затмения 30 мая. То затмение было тяжелым, конечно, потому что было в соединении с ураном. Уран — это планета тряски, телец — это деньги, это земля, это стабильность, это финансы, сельское хозяйство, продукты питания. Весь мир трясет чрезвычайно серьезно по этой теме. Вот это и принесло нам с вами тельцовское затмение на уране 30 мая, простите, апреля. Вот. И это мы проживали в течение четырех недель. Вот сейчас затмение 30 мая перекрыло это, убрало в сторону где-то влияние тельца. И сейчас у нас появились все-таки, появилась новая энергия, новые планы, новый импульс, который поможет нам легче, наверное, двигаться вперед. Вот это важный момент, который я хотел отметить. Несмотря на то, что ретро-Меркурий продолжается до 3 июня, мы все равно будем ощущать растущую Луну и связанный с ней поток новых планов. Прежде всего, конечно, 30-31 мая в первый и второй Луны день, но и в течение всей недели и после Новолуния. Возможно, ярче всего Новолуния будет сказываться на представителях воздушных знаков, то есть близнецов, лесов и водолеев, но и на людях, работа которых сильно связана с интеллектуальной деятельностью, лекциями, книгами, писательством, речью. Практически всю неделю Меркурий стоит 26 градусов тельца в земном экономическом знаке в конфликте с Сатурном. Сатурн — холодная блокирующая планета, которая стоит сейчас в знаке Водолея. Водолей — это интернет, это соцсети, это люди, это будущее, Водолей — это Россия, Водолей — это ракеты, самолеты, современная техника. И такой аспект похож на отрезвление жизни посредством нехватку денег, ограничения в поездках. Я отметил такую вещь, что когда начали масштабно, половинообразно вводить санкции в отношении России, это была неделя, по-моему, в конце февраля, или на границе февраля-марта, сейчас точно не помню, неделя, когда Меркурий в знаке Водолея соединялся с Сатурном. Меркурий — это люди, анализ мышления, Сатурн — это блокировки. Водолей — это знак России, вот тогда санкции начались, а сейчас Меркурий неделю стоит на месте в знаке Тельца и в знаке экономики и делает конфликтный аспект с этим Сатурном. То есть он как будто бы застыл, остановился и серьезно такой придавленный задумался. И в том числе это можно воспринимать как последствия и осмысление этих санкций. То есть что мы получили? А давайте подумаем вообще, что мы сделали тогда зимой, что мы получили, как правильно осмыслить, как трезво с этим двигаться дальше. То есть аспект для нас с вами тяжелый с точки зрения бизнеса, денег, экономики. Но возможно у него есть плюсы, потому что он настраивает на тяжелую работу и настраивает на трезвость. И поскольку Меркурий в знаке Тельца стоит, Телец все-таки умеет практично оценивать ситуацию, делать практичные выводы. Возможно важное решение относительно народов бывшего СССР. Почему? Потому что в карте Советского Союза Луна, планета, отвечающая за народ, стояло 26 Тельца. Сейчас Меркурий в течение практически недели делает стоянку в этой точке. Это краткая сводка того, что у нас с вами самого важного есть на этой неделе. И хочу пригласить вас вечером 1 июня на бесплатный эфир. Я буду делать обзор картины месяца, астрологической картины июня 1 числа в 19.30. По Москве, пожалуйста, приходите. Ну и краткие новости учебных событий в нашей школе Евгений Волоконцев онлайн-скул. В субботу у нас прошла практика по финансовому прогнозу. Мы смотрели, как делать прогнозирование, как понимать текущий год, месяц, сезон, как понимать стратегическое планирование финансовое на следующие несколько лет с помощью ключевых методик прогрессии, дирекции, затмений, транзитов. Студенты учились анализировать карты, делать выводы, отмечали уникальные черты каждой методики. Мы смотрели примеры и, конечно, большое количество инсайтов было. И, как всегда, на практике появлялся контакт с методикой. Ради этого делается практика. Потому что теория – это теория, а на практике люди начинают это чувствовать в своих собственных руках, на своих примерах. В воскресенье впервые в нашей школе состоялась теоретическая часть курса «Астрология профессии». Я поделился всеми секретами определения профессии человека, который нарабатывал за 25 лет практики. Говорили об аспектах, знаках зодиака, планетах, управителях, формулах событий. Завершили анализ профессии неклассическими подходами, которые, возможно, не описаны в книгах, но которые я нахожу полезными в своей практике. И заканчивали даже фиксированными звездами. В ближайшую субботу, 4 июня, у нас практика. Так что вы можете еще поучаствовать и на практике. И вы можете в записи брать и эту ступень, посвященную астрологии профессий. И в записи можно брать ступень, посвященную методам прогнозирования. И весь тренинг и отдельные лекции. Это все доступно по ссылке, которую вы найдете ниже. До сих пор мы видим, что с вашей стороны есть интерес к отдельным лекциям, таким как прогрессии в финансовом анализе, или затмения, или дирекции в финансовом анализе, или транзиты в финансовом анализе. Напомню, что 1 июня вечером приглашаю вас на бесплатный обзор. Эфир, посвященный июню 2022 года. Будем вместе обсуждать картину месяца и смотреть, что он обнесет, и как нам лучше прожить этот месяц. На этом все. Удачи всем! Хорошего дня, близнецов! С днем рождения! До встречи! Пока!